Доброе утро! Меня зовут Виктория и я эксперт по прыжкам на батутах. Поговорим о мифах вокруг нагрузки во время прыжков. Свободное падение, будто под ногами ничего нет. Хорошая эмоциональная разгрузка и абсолютно новые ощущения. Все это о батуте. А может это просто миф? Миф номер один. Прыжки на батутах – это одни перегрузки для организма. Впервые о таком свойстве заговорили, когда узнали, что батуты включены в тренировку космонавтов. Это возможность за короткий промежуток времени почувствовать переход от физической нагрузки до невесомости. Но речь никак не идет о перегрузке, с которой не сможет справиться обычный организм. Наоборот. Прыжки на батутах – это щадящий вариант физнагрузки. Они влияют на каждую клетку организма. Кстати, у нас их около 37 триллионов. За счет давления и гравитации клетки работают как надо. Миф номер два. На батутах нет никакой техники прыжков. Это не так. Особенно, если вы только начинаете осваивать прыжки на батуте. Здесь нужно знать несколько правил. Сначала привыкаем к батуту. Начните с легких покачиваний. Постепенно переходите к простым прыжкам. Здесь важна не высота прыжков, а концентрация на движениях. Осваивайте прыжковую технику постепенно. Не спешите делать трудные прыжки сразу. Выкрутасы могут выполнять те, кто давно этим занимается и освоил более простые элементы. Если вы устали, сделайте перерыв. В уставшем состоянии у вас снизится концентрация, и вы не сможете контролировать прыжки. Что же дает батут? Точно не перегрузку. Это зожное развлечение станет приятным бонусом для здоровья и настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова